Добро пожаловать в Академию креативного туризма и гостеприимства. Ивановский политехнический университет запустил новый образовательный проект по подготовке и переподготовке кадров. В нашем регионе есть что показать и на что посмотреть, но проблема с квалифицированными специалистами с каждым годом встает все острее. Можно иметь миллион идей, миллион денег, но если нет людей, с кем эти идеи воплощать, конечно, они так и останутся идеями. Поэтому на сегодняшний день кадровый голод наблюдается везде, во всех отраслях, а в туризме особенно. Развивать туризм без квалифицированного персонала невозможно. В УЗИ два десятка лет работают по этому направлению и ориентируются прежде всего на туризм в Ивановской области. Подготовлено порядка 600 специалистов. Ведь от того, с какими эмоциями турист выйдет из музея, гостиницы или ресторана, будет зависеть воспоминания о регионе в целом. Если впечатления будут положительными, гость захочет вернуться. Мы не просто будем вооружать некоторыми знаниями и навыками людей. Мы будем стараться, чтобы у них открылись глаза на новые подходы к организации туризма, на мировую и лучшую отечественную практику. А это практически вот что означает, что экскурсантам не нужно засыпать датами, именами и переселивания событий. Экскурсанту очень важно почувствовать, что вот то, что ему показывают, что он видит, о чем он слышит, что это созвучно нашему времени. Он должен эмоциями восприняться, а не только памятью, так сказать, механической. Естественно, в программе обучения не только теория, но и проектная деятельность. Разработка новых турпродуктов, которые актуальны, например, для конкретной турфирмы. ВУЗ видит приоритет как в межрайонных турах по области, так и в межрегиональных. Особое внимание планируется уделять переподготовке экскурсоводов. Наш университет, единственный в регионе, имеет пролицензированные право преподавать, обучать по направлениям туризм и социально-культурный сервис. Мы единственные действительно, потому что другие, кто этим занимаются, они идут от экономики. И это просто как бы профиль, который они сами пристегнули, например, к менеджменту. Вот. И поэтому мы имеем возможность не просто чему-то научить, а мы имеем возможность выдать документ государственного образца. Академию креативного туризма назвали креативной не просто так. ВУЗе знают, как сделать мероприятие запоминающимся, используя, например, исторические костюмы. Кто был на ночь музеев, музей Бурылина мог лично в этом убедиться. Тихвинская ярмарка, к слову, была возрождена при помощи специалистов ВУЗа. На протяжении семи лет они занимались восстановлением традиционной ярмарочной развлекательной культуры. Такие знаковые для нашего региона мероприятия, как текстильный салон, длинная палитра, также не обходятся без участия политеха. Да и сам музей Ивановского СИЦа – яркий пример профессионального подхода к музейному делу. Недавно приезжал Вячеслав Бутусов. Он выбрал два места, попросили экскурсию провести Успенский собор и музей СИЦа. Я там уже тысячу раз был, а каждый раз получаю какие-то новые эмоции, новые какие-то ощущения. И всегда горжусь за наш город. Почти все, что у нас реализовано в области маркетинга, продвижения, Иваново, родина, как СИЦовое царство, как русский Манчестер, как край, где все связано с текстильными какими-то делами, это все заслуга политехнического института, политехнического университета. Вне зависимости от профессии, будь то аниматор или гид, менеджер по туризму или работник гостиницы, важен уровень компетенции специалиста. Мелочей в сфере туризма не бывает. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.